Волгоградская область Рейса Кузьминишна, лето в Волгограде началось, как всегда, с празднования Дня защиты детей. Как он прошел? Мы знаем, что в Волгоградском детском фонде существует традиция проведения этого праздника. Да, это был юбилейный год. 25-й год мы проводили Международный день защиты детей. Все остались очень довольны, потому что более тысячи детей присутствовало на этом празднике. Мы этот праздник провели под девизом «Дети за мир против террора». Пригласили детей из Беслана. Правда, те уже стали взрослыми, но они пострадали. Мы находились под террором в свое время. Мы пригласили детей, которые пострадали в теракте на автобусе, на железнодорожном вокзале. Это был ряд. Подняли мы детей пострадавших. И было принято обращение к президенту Украины. На этом собрании 1200 детей единогласно проголосовали, поддержали вставанием и аплодисментами. И вот это обращение о том, чтобы прекратили убивать их сверстников, их отцов и матерей, наступил в юго-восточной Украине мир. Это устами детей было сделано. Была отправлена на этом же празднике группа посланников мира из 10 детей в Германию. Там готовятся протестные акции. Наши дети примут участие. Тоже против террора, который развязан сегодня на Украине. Празднование Дня защиты детей – не единственная традиция, которая существует в детском фонде. Сколько всего программ, разработанных фондом, и какие из них наиболее востребованы? Вы знаете, 12 программ у нас, и я бы сказала, что все они востребованы. Не бывает такого, чтобы какая-то программа не работала. Ну, допустим, скорая и социальная помощь. Это программа с первого дня существования детского фонда. Вот мы уже 27-й год работаем. Она существует. Это сегодня пришла мамочка, надо срочно оказать помощь. Или продуктами питания, или одеждой, или обувью. Все это у нас имеется на складе. Мы оказали скорую помощь. Вторая, конечно, очень востребованная программа – это духовная защита. По духовной защите у нас мы работаем с воскресными школами, которые сегодня все более и более разрастаются в школах. Факультативы по основам культуры православной существуют. Газеты выходят, страничка наша в православном слове. И вы знаете, очень большие отклики на вот эту программу и обращение к ней, чтобы мы помогали. Расскажите о самых новых проектах. Как они появились и почему? Ну, вы знаете, вот все проекты, которые мы разрабатываем, они как бы не закрываются, продолжаются. Новые проекты – это «Теплый дом. Детство под защитой». Это работа с детьми-сиротами. Добиваемся, чтобы у нас росло число семей, принимающих детей-сирот. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше закрыть и быстрее детские дома. Как бы они хорошо ни работали, как бы о них ни говорили мы, это все-таки не теплый дом. Это все-таки чужой дом. Ребенок должен попасть в семью, чтобы знать, что такое папа, что такое мама, как вести семейную жизнь, потому что практика и опыт показывает. Дети, вышедшие из детских домов, как правило, не могут долго содержать семью. Идут разводы. Разводы идут от того, что дети не готовы к семейной жизни. А когда их берут в семью, то, конечно, это уже будет достойная мама, это будет достойная папа, который воспитывается в семье. Вот это наша новая программа, и мы ей уделяем очень большое внимание. Сколько людей ежегодно обращаются в детский фонд за помощью, и всем ли удается помочь? Вы знаете, я бы сказала, что семь-восемь тысяч – это точно обращается. Конечно, помочь всем невозможно. Советам мы помогаем, направляем их. Если можем, мы помогаем. Если не можем, мы направляем в другие организации, как общественные, так и в бизнес или в политические партии. Они все-таки с деньгами сегодня у нас. Вот. Если подсчитать, мы около 10 миллионов собрали в прошлом году, в 2013-м, то около 16 миллионов, направляя в другие организации, получили семьи или дети. Вот такую поддержку. Много ли у вас партнеров? И вообще, насколько отзывчивы волгоградцы в деле оказания помощи нуждающимся? Вы знаете, с каждым годом они уменьшаются, партнеры. Почему? Не от того, что благотворительность у нас ухудшается или уменьшается. Нет, я бы не сказала. А растут общественные организации. Когда-то мы начинали, нас единственным мы были – организация благотворительная. А потом стали расти благотворительные фонды, общественные организации. Сейчас их более 4 тысяч. Представьте, все 4 тысячи, они содержатся за счет спонсорских средств. Ведь мы, когда получаем деньги от спонсора, 80% идут эти средства на оказание помощи семьям и детям. А 20% на наше содержание. Мы должны зарплату платить людям, которые в фонде работают. Мы должны жилищно-коммунальные услуги выполнять и так далее. Какие первоочередные задачи стоят перед Волгоградским отделением российского детского фонда в ближайшем будущем? Ну, сейчас начинается летний отдых. Вы знаете, почти наполовину сократилось, когда мы начинали работать, детский фонд, в 88-е годы. И сегодня количество оздоровительных лагерей. Сегодня их чуть больше 30. И, естественно, что попасть на отдых туда может, ну, небольшая часть, я бы сказала, 25-30% детей. Остальные, как правило, они идут в детский фонд, особенно малоимущие, многодетные, в опекунские семьи, где воспитываются дети-сироты, потому что всем путевки не выдашь. И тогда мы выбираем, кому срочно надо действительно помочь. И деньги собираем на летний отдых. Дальше наша программа не прекращает работать. Это детский диабет, больные дети диабета. И инсулиновые помпы. Потому что сегодня мы 65 инсулиных помп уже закупили, начиная с 94-го. Мы практически спасли детей с тяжелыми осложнениями, которым установлены инсулиновые помпы. Так летом будем продолжать. И готовимся уже сегодня. Здравствуй, школа! Это наша ежегодная акция. Когда первоклассников принимаем, и надо их обуть, одеть. И при надлежности все школьные купить. Опять-таки малоимущим семьям. Спасибо за беседу. Всего вам самого доброго. Спасибо.